Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим об вооружении и строях в целом. Давно я хотел записать это видео, но никак не доходили руки, да и времени в принципе не было. Сейчас время появилось, и можно записать. Сразу предупреждаю, это видео сделано для тех, кто не понимает от слова совсем про вооружение. Я объясню, что я сам знаю. По крайней мере, именно всё, что я знаю. В любом случае, смотрим. Начнём мы, наверное, с форума, так как оттуда вы можете получать как раз-таки то самое вооружение, которое вам пригодится для улучшения ваших отрядов. То есть здесь каждый день вы можете, не можете, а нужно тратить вот дэй, который у вас присутствует там ежедневный, либо вы там будете за бутылочек тратить, как у вас там получится в целом дэй. Чем выше у вас уровень форума, чем больше у вас будет отправок получается. Вот сейчас в данный момент у меня отправки скоро завершатся. В целом здесь вы можете забирать себе именно то вооружение, которое вам не то чтобы нужно, а именно хорошее, которое падает, да и в целом забирать. Здесь ещё есть книжечки, обычно они внизу появляются, да и они нужны у нас для улучшения форума, получается. Вот они, книжечки эти, да и откуда их ещё можно взять, кроме отправок, получается. Да, их ещё можно взять, само собой, в перекладном пункте. Вот на середину нажимаете здесь, да и здесь каждую неделю обновляется. У вас, получается, сундучки можете забирать, камни обязательно, преображение забирайте. Это обязательно, я попозже объясню, для чего это нужно. Ну, в принципе, всё это нам нужно забирать за монетки, которые у вас есть, серебряные. И вот именно серебряные монетки, откуда можно взять, получается, вы будете перерабатывать то вооружение, которое вам, в принципе, не нужно. Вот давайте возьмём, в пример, элитное вооружение, которое вам от слова совсем нахер не надо, но на начальном этапе, возможно, оно вам пригодится, если у вас нету топового вооружения. То есть вы там себе будете выбирать, что есть, что нету. Ну, если вы уже опытный игрок, у вас уже много скопилось этого вооружения, в принципе, оно вам нахер не надо. Это как я считаю, да? Вот. И вы можете это всё дело выделить и переработать. Элитные прям 100% можете перерабатывать. И вот он выделяет ту сумму, монеточек, которую вы должны получить, да, за эту переработку. По поводу вот эпического, давайте поговорим, да. Эпическое я бы не советовал так перерабатывать, потому что иногда здесь есть интересные вооружения, где дают неплохие именно вот статы, да, получается в целом. Есть даже эпические вооружения лучше, чем легендарные. То есть, в пример, если взять, да, давайте посмотрим, перейдём к командирам, вот что у меня есть. Я давно здесь, конечно, не занимался именно вооружением, только вот недавно на другом аккаунте переделал всё, да. Я бы не сказал, что оно у меня там самое лучшее. Есть намного лучше и интереснее. Это всё зависит от вас. Если у вас есть время, вы будете этим заниматься, да. И в целом вы можете себе сделать очень отличное превосходное вооружение. Здесь у меня в данный момент стоит всё легендарное, как бы, да, но не очень идеальное. Вот, допустим, заготовка чистая на данный момент. Почему именно заготовка чистая, да? То есть, на ней нету посвящений. Посвящение, само собой, вы сможете там забирать самодержавца, но это зависит от того, там, выиграете вы КВК, не выиграете. Если выиграете, вам там лично лидеры по договорённости с другими лидерами королевств, там уже в зависимости от того, сколько вам дадут получать, чтобы посвящение забрали в целом, да, игроки, там всё разделяться будет. Короче, будет зависеть от ситуации в целом, но посвящение вы можете сюда накинуть. То есть, на эту заготовку, причём она неплохая такая, выходит, в общем-то, у нас сколько, 6,8% стат. То есть, с одного, получается, вооружение у нас выходит в целом, да? То есть, в данный момент, вот следующее, допустим, вооружение, которое у нас присутствует, оно уже присутствует с посвящением, получается, с двумя посвящениями, да? Хоть у нас одно получается на скорость марш, там, 3%, но остальные на здоровье, 3,4, неплохо, кстати, здоровье, 3,4, да? И атак стрелков 1,8. Смотрим посвящение, то есть, напор у нас есть. Отряд владельца наносит на 2% больше урона, находясь на карте, да? И забияг. Отряд командира наносит на 2,5% больше урона навыком. Кстати говоря, что нам необходимо для лучников, да, в целом, и на коней. То есть, в принципе, это хорошее посвящение, на самом деле. Есть ещё лучше, на самом деле. То есть, в основном, если смотреть в целом, да, для фри-то-плейного игрока, это очень хорошее посвящение, без трат каких-то там гемов, да, и просто на халяву там вы выбиваете себе. Также на данный момент у меня тут сундучки скопились, вот давайте поскрываем. И, кстати, такой ещё момент, да, у нас есть, получается, сильно торопиться не буду, просто хочется много всего вам рассказать, но чтобы было понятно, да, давайте возьмём элементарно строй. У нас, получается, идёт клин, да, то есть, вот на пехоту клин вообще, в принципе, везде. Клин – это самый лучший строй на данный момент, то есть, его стараются везде ставить, да, но, но есть такой один нюанс. Вот, допустим, у меня стоит здесь строй клин на данный момент, у меня здесь выбраны относительно топовые для меня на данный момент вооружения, которые присутствуют, да, и, допустим, у меня есть второй марш. То есть, у меня есть второй марш, и уже на клине у меня нету вооружения, и, само собой, куда я иду? Я иду в другие строя, то есть, я выбираю строй коры. И, то есть, там, допустим, я смотрю, если есть у меня хорошее там вооружение, именно оно будет лучше, чем я буду собирать второй, получается, строй на клин, то, само собой, лучше выбирать вам коры. Коры, да, и, то есть, зависит у вас опять от количества отрядов, получается, в целом, да, то есть, если у вас, в пример, три пехотинцы присутствуют, да, и вы можете себе собрать только на коры, допустим, один, другой на клину, то третий вы уже будете собирать на другом строе, то есть, другой строй там выбирает себе уже, допустим, какой-нибудь строй арка, да, либо строй арка, получается, либо строй уступом. Это зависит от того, это вам уже самим нужно смотреть, потому что это все рандомно падает, да, и, то есть, допустим, вот здесь у меня три есть посвящения на данный момент, да, а вот я в другой, если залезу, у меня будет ни одного посвящения от слова совсем, да, допустим, у меня вот эти статы, которые вот тут у нас присутствуют на данный момент, да, то есть, в общем, это у нас 11, 15,8, да, то есть, 15,8, дальше смотрим, то есть, вы смотрите на каждое посвящение, сколько вам дополнительно дает еще остальные, получается, посвящения, вот это, кстати, только на варваров дает, то есть, здесь вам еще 2,5 дает процента, повышает атаку, вы дополняете все именно вот к этим процентам, да, и там уже сочетание делать. Само собой, лучше, конечно, когда у вас посвящение стоит, да, но там уже смотрите по ситуации в целом. То есть, суть в чем, если у вас есть три отряда, и вы только можете собрать именно клин топовый, вот, который строй есть на один отряд, и у вас есть на Корее и других отрядах, намного лучше, чем вы соберете на клину, то собирайте на других, потому что будет профита намного больше. Но, само собой, по сундучкам забирайте, ну, лично мое мнение, да, то есть, в принципе, многих игроков строй клин, само собой. Допустим, в пример мы возьмем, да, и вот мы, ну, эта рандомка, на самом деле, выпадает здесь на данный момент. Кстати, выпало с посвящением, я этим строем не пользуюсь, на самом деле, да, то есть, в целом, что тут у нас упало? Передышка, оказавшись под ударом отряд командира, с вероятностью 10% снижает весь получаемый урон на 10% на 2 секунды. Вот, это, кстати, неплохая вещь, на самом деле, но, опять же, этим строем нужно у нас играть, да, то есть, ну, и другие там относительно такие беспонтовые у нас выпали в целом, да, и смотрим дальше, что нам выпадает в целом, да. То есть, вот, кстати, заготовочка чистая получается, вот такие заготовочки, на самом деле, лучше оставлять, потому что в будущем, ну, вы сами не знаете, кем вы будете играть, возможно, там все перевернется у вас в то раз, да, лучше такие заготовки оставлять, ну, мало ли, там, да, и под посвящение, конечно, есть получше намного, там, по 2% каждый и так далее, но, если у вас ничего лучше нет, лучше, конечно, оставить. Видите, опять же, куда-то можно это воткнуть, да, то есть, такое чистое по-любому оставлять, если даже на эпическом есть такие чистые, с тремя, там, пехоты, либо кавалерии оставлять, это без проблем, да, давайте смотреть дальше. Берем именно, вот, кстати, выбираем из этих сундуков клин, выбираем клин, 2, кстати, упала с посвящениями у нас получается, да, мстительно, с отряд командира получает еще 2 единицы ярости во время атаки до 10 единиц, получается, за каждые 10 потерянных воинов, ну, не знаю, не знаю, вроде бы неплохо, но больше урона контратаками, вот это, кстати, неплохо, неплохо, но, опять же, смотрим, у нас здесь получается защита пехоты, здоровья пехоты, да, то есть, у нас не все есть здесь на данный момент, давайте перейдем к следующему моменту, нам нужно будет вот это дело сейчас исправить на данный момент, я сейчас покажу, как это сделать, но, опять же, это рандом, то есть, у вас там будет 10 попыток, у вас будет 10 попыток на это, так, сейчас мы найдем, мне главное не потерять, где это у нас, давайте зайдем сюда, сейчас найдем, постараемся, забыл, какая у нас была, не это, не это, вот, кстати, эпическая живучина, опять же, ее нельзя переделать, что минус, получается, вот, отпор, то есть, смотрите, у нас осталось 10 из 10 преобразований, как раз те камушки вам нужны на преобразовании, смотрите, как правильно это все делать, главное самому не ошибиться, то есть, мы ставим замочки, получается, вот на вот эти 2, чтобы у нас они остались, да, и мы хотим менять именно первое, то есть, атака осадных отрядов, чтобы она у нас поменялась именно на пехоту, получается, да, и, то есть, мы нажимаем преобразовать, то есть, у вас будет 10 попыток именно преобразовать это дело, то есть, первое нажимаем, кавалерий, ну, вот, кстати, иногда падало с первого раза, на самом деле, вот, со второго раза нам упало, на самом деле повезло, то есть, сегодня я уже делал на другом аккаунте, я это, конечно, не заснял, там мне охеренно тоже везло на двоих, то есть, с первого раза упало, и вот, когда вот третье, получается, вам уже что именно нужно падает, да, вы нажимаете заменить, вы заменяете, оно у вас, хоп, вы его сделали, да, как раз-таки, наверное, нужно это поменять, то есть это у нас вот это стоит, да, а у нас вот это, то есть защита пехоты 1.8, то есть мы сравниваем и смотрим, что у нас лучше, а тут у нас получается и защита пехоты есть, и здоровая пехота, и атака пехоты, плюс у нас еще посвящение, само собой мы это выбираем, это будет у нас лучше, да, а вы там дальше будете смотреть уже как бы у себя, что и как в целом. В принципе, в принципе, по строям, по строям, да, я думаю здесь ничего сложного на самом деле нету, поначалу это казалось очень чем-то сложным, но в принципе это можно все делать. Советую именно, получается, если у вас мало строев на, не строев о вооружении, именно на строй коре там, либо получается клин, вы просто миксуйте элементарно, да, то есть если у вас на коре есть намного лучше, чем на клину, ставьте коре, само собой, там на второй отряд, третий и так далее, да, чтобы было больше профита, опять же, зависит от ваших отрядов в целом. И само собой старайтесь это все дело обновлять, то есть допустим, чтобы у вас были посвящения здесь в данный момент, если они у вас когда присутствуют именно на легендарных, вот именно на легендарных вы можете сделать преобразование, то есть на эпических вы преобразования не сделаете, то есть если там посвящение есть, да, именно поменять параметры вооружения, я имею в целом. Вот, а так как бы все, наверное, да, в принципе в целом все. Сейчас погодите, еще мы посмотрим, зайдем в вооружение, все ли я вам тут в принципе в целом рассказал, да, я просто хочу именно сделать для вас понятливым, чтобы вам было проще и легче, да, в целом. Так, еще, наверное, момент, у нас есть, получается, вот тут, превосходные где, да, то есть вот эти вот монеточки у нас присутствуют, они даются за переработку именно легендарного вооружения, получается, да, и здесь вы можете себе выбивать посвящение, которое можете потом набивать именно на вот эти чистые заготовки без посвящения, где вы там уже скопили, если у вас там есть, да, там, кавалерия целая, там, либо пехота, там, либо лучники, ну, вы поняли в целом, да, и вот это, само собой, уже вы получаете там по окончанию кавыка, в основном это за победу, да, если то вам дадут, типа, билетик там или что, чтобы это получить. Опять же, вы будете тратить, получается, именно монетку, не знаю, тут, наверное, монетки у меня нету, я последний кавыка не выбил, хотя мог забрать, то есть монетку за кавыка, получается, в целом, да, сейчас, момент, мы переключимся на другой аккаунт, я там покажу. Так, ну вот, мы перешли на другой аккаунт, получается, это у нас магазин именно кавыка, да, и это самодержавец, получается, то есть по окончанию кавыка, именно когда вы выигрываете, у вас там уже идет дележка между альянсами, получается, в целом, ну, королевцами, да, то есть там главное королевство, которое берет декурат, оно раздает там определенное количество самодержавцев, то есть тем или иным королевцам, там, зависит от того, как там сыграли королевцы, ну, уже как там сами в целом решили, то есть если вы получаете самодержавца, да, вы здесь можете выбрать себе посвящение, те, которые вам нужно, получается, да, то есть там уже будете сами смотреть в целом, да, то есть, допустим, играем мы там на коре там, либо, получается, остальные, которые у нас присутствуют в целом, строя, да, вы уже сами смотрите, то есть, ну, опять же, вам нужно будет тратить монетку, вам нужно будет на это тратить монетку а монетки вы можете потратить не только на это, вы будете уже сами выбирать там оружие себе брать там, либо вот ратушку как я себе прошлой кулака взял ну это на будущее там, да, в целом то есть здесь, если даже вам дадут самодержаться, у вас должна обязательно быть монетка то есть, чтобы это все дело забрать и чтобы потом кинуть это на чистую заготовку в целом, да в принципе можно монетку получить без проблем, зависит опять же как выиграть, либо вы там Т1 обменяетесь, да, чтобы монетку получить, ну либо там другие действия, которые в целом у нас происходят, да все, на этом мы закончим надеюсь всем было понятно да, я это долго снимал без подготовки, без всего но рассказал то, что я в принципе сам знаю как бы в целом, да, есть какие-то будут нюансы, моменты, я в комментариях отпишу, что я именно не сказал если вам что-то непонятно либо вы знаете больше меня отпишите, пожалуйста, в комментариях людям будет полезно в целом да, и мы с вами еще услышимся до новых встреч пока-пока субтитры сделал DimaTorzok